Болгарская сказка. Хитрый Петр на том свете. Как-то шел путник через деревню, захотелось ему пить, и он подошел к колодцу. Откуда идете, дядя, спросила его женщина, набиравшая воду. С того света, ответил путник, который был никто и не как хитрый Петр. Действительно с того света? Ну да. Я пришел в этот мир прогуляться, набраться здоровечка, а потом пойду и отнесу здоровечку умершим. Знаете, дядя, у меня сын на том свете, Иванча его зовут. Может, вы знаете его? Не видели его там? Конечно, видел. Только хочу тебе сказать, очень уж он обнищал. Ночит воду на спине, продает и тем себе на хлеб зарабатывает. Ой, бедный мой Иванча, дам вам дядя денег, занесите ему, пусть он купит себе лошадь и не носит воду на спине. Сказала эта глупая женщина и дала пять золотых незнакомому мужчине. Взял хитрый Петр деньги и ушел. А женщина пришла домой и похвасталась мужу, как она послала Иванчи деньги на тот свет. Спасибо доброму человеку. Но муж ее не был так глуп, как его жена и сразу сообразил, что ее обманули. Выбежал из дома, вскочил на коня и бросился в догонку. А хитрый Петр шел и оглядывался. Как заметил позади всадника, понял в чем дело, подошел к чабану, что недалеко пасается, и говорит ему. Пастух, ты видишь вон того всадника? Это страшный человек. Он везде ходит, выискивает овчарок, сдирает с них кожу и делает из нее барабаны. Если хочешь спастись, то дай мне свою одежду, а я тебе дам мою, потому что он меня знает и ничего мне не сделает. А ты надень мою одежду, залезь вон на тот дуб и сиди в ведьях, пока всадник мимо не проедет. Испугался пастух, поверил хитрому Петру, поменялся с ним одежды и полез на дерево. А вот и всадник от дороги подъехал и спрашивает хитрого Петра. А не видел ли ты пастух человека, что прошел здесь недавно? Черт его возьми, он обманул мою жену, пять золотых у нее забрал. Да вон он на дуб залез. Дай я тебе коня подержу, а ты лезь и поймай его. Тот так и сделал. А хитрый Петр вскочил на коня и ускакал. Вернулся муж домой, а женщины спрашивают его, что муженек, забрал деньги? Нет, ответил человек, я еще и коня ему дал, чтобы отвез он деньги нашему Иванче быстрее. Продолжение следует...